Александр Иванович Куприн. Наталья Давыдовна. Рассказ. Она 16 лет была классной дамой в Институте благородных девиц и пользовалась исключительным беспримерным уважением со стороны как директрысы, так и всего высшего начальства. В ней чтили ее педагогическую строгость, суровую преданность делу и многолетний опыт. Между другими классными дамами ходили слухи, что она пользуется у директрисы привилегией интимных докладов после вечернего чая, поэтому ее не любили, сторонились от нее и побаивались. Институтки трепетали перед ней, и класс ее всегда был образцовым по благонравию и успехам. Этого, однако, она достигала без криков, без наказаний и даже без жалоб родителям девочек и начальству. Было что-то властное в ее холодном, не мигающем взоре. Чувствовалась уверенная сила в спокойном тоне ее голоса. Бойкая школьная семья ей одной из всех дам не могла дать хлесткого ходячего прозвища. Окончив курс в Институте с золотой медалью, она в нем же и осталась классной дамой. У нее не было ни детства, ни прошлого, ничего-нибудь похожего на самый невинный институтский роман, точно. Она и на свет в Божий родилась только для того, чтобы стать классной дамой. Однако она была красива. У нее было лицо с тонкими чертами, желтоватое и смуглое, усыпанное хорошенькими родинками. Такие лица слегка чахоточного типа всегда нравятся мужчинам. Ее талии завидовал весь Институт. Тем не менее, никто не покушался за ней ухаживать. Каждому казалось, что он одним легкомысленным помыслом обидит эту девушку, всю себя посвятившую воспитанию детей. Кто-то из знатных попечителей Института назвал ее «бессменным часовым». Действительно, службе она посвящала двадцать часов в сутки, остальные четыре часа шли на сон. Впрочем, иногда, проснувшись среди ночи, она неслышными шагами обходила дартуары, как и всегда туго затянутая корсетом, застегнутая на все пуговки форменного платья. От нее не укрывалась ни одна мелочь из серой жизни ее птичника. Точно она обладала способностью читать помыслы в самом их зерне. За все время своей долгой службы Наталья Давыдовна только однажды воспользовалась долгим отпуском. Именно тогда, когда по совету докторов она вынуждена была уехать на четыре месяца для поправления своего расшатанного службой здоровья купаться в одесских лиманах. Кроме этого случая, она почти не покидала стены Института. Только изредка, не чаще, раз в два или три месяца она испрашивала позволения провести ночь субботы на воскресенье у своей больной тетки, жившей где-то на самом краю города и страдавшей несколько лет подряд жестокой женской болезнью, не позволявшей этой почтенной женщине никогда вставать с кресла. Но, проведя мучительную ночь у постели больной, страдавшей страшной бессонницей и, к тому же, капризной и раздражительной, Наталья Давыдовна рано утром уже являлась в институт, чтобы вместе со своим классом поспеть к обедне. По окончании службы, когда директриса первой, приложившись ко кресту, становилась на видном месте около клироса, а все классные дамы, возвращаясь от креста, делали ей реверансы, она знаком головы подзывала к себе Наталью Давыдовну. «Е бьян, комон сепорте, мадам ватретонт?» «Ну, как чувствует себя ваша тетушка?» «Принцесс, дюссоль плессу вы. Эль суфре баку. Только бог может ее спасти, княгиня. Она очень страдает», — отвечала классная дама, вздыхая и глядя признательно на начальницу. «Моя тетушка всю ночь не смыкала глаз». «Бедное дитя, вы губите свое здоровье. Ступайте скорее отдохнуть, моя дорогая». Вид в эти воскресенья у Натальи Давыдовны бывал совсем болезненный. Казалось, она только что встала после тяжкого недуга или очнулась от безумной оргии. Так было бледное и истомленное ее лицо со ввалившимися окруженными тенью глазами, с пересохшими и искусанными губами. Но дело в том, что никакой тетки у Натальи Давыдовны вовсе даже и не было. И всего удивительное то, что в продолжение 16 лет никто в этом ни разу не усомнился. Раз в два или три месяца в субботу после всеночной Наталья Давыдовна скромно спрашивала директрису. «Ми пермите-ву, прэнцесс, дали вор мантант. Вы разрешите мне, княгиня, проведать мою тетушку?» «Ми сэр, это не мо, мон инфо. Сэлемон, и фу фатигер партру». «Ну, конечно, дитя мое, вы только не слишком утомляетесь». И Наталья Давыдовна, убедившись по обыкновению, что ее птичник спит крепким сном, утомившийся за день молодости, медленно выходила из институтских ворот мимо почтительно кланившихся ей старожей и швейцаров. Отойдя довольно далеко от ограды, она вынимала из кармана густую черную вуаль, окутывала ею лицо, и вдруг вся мгновенно изменялась. Это уже была кокотка, искательница приключений, швейка из хорошего магазина. Все, что угодно, только непунктуальная и строгая классная дама. Она шла свободной, развратной, слегка развинченной походкой женщины, привыкшей принадлежать сотням мужчин. Она провожала головой встречных прохожих, вызывающе смеялась, когда ее затрагивали, и в то же время осторожная и внимательная она зорко следила, чтобы не попасться близко на глаза кому-нибудь, видевшему ее раньше. Ее красивая фигура привлекала мужчин, но на все предложения она отрицательно кивала головой, отделываясь от самых настойчивых, дерзким, иногда циничным восклицанием, спасаясь от пьяных бегством. Она искала. Давний опыт и безошибочный инстинкт тайной развратницы указывали ей, среди сотен обращенных на нее с вожделением лиц, то, которое ей было нужно. Во взгляде, в хищном профиле нижней челюсти, в плотоядной улыбке белых и мелких зубов, в походке эта миссалина узнавала черты страстного, ненасытного и неутомимого самца и выбирала только его. К красивой наружности, к возрасту, к костюму она оставалась совершенно равнодушной. Иногда это бывал старик, иногда горбатый, иногда едва оперившийся кадет. Намеченная ею жертва никогда не ускользала. Случайное прикосновение локтя, беглый взгляд, самый тон, которым она произносила шаблонные уличные фразы, заставляли желать ее близости. Без сомнения, существуют какие-то тайные, незримые нити, по которым мысли одного человека могут мгновенно сообщаться с мыслями другого, хотя бы даже только что встреченного на улице. Она везла своего избранника куда-нибудь на край города, в грязную гостиницу с самой скверной репутацией, и целую ночь напролет без отдыха предавалась там наслаждениям, какие только могло изобрести ее необузданное воображение. Утром, когда ее случайный друг, утомленный чудовищной оргией, засыпал тяжелым сном, поминутно вздрагивая, она тихо выскальзывала из постели, одевалась и, заплатив за все ночные расходы, спешила на ирвозчики в институт. Ни разу никому она не дала второго свидания, хотя все в промежутке между двумя ласками умоляли ее об этом. Однажды ее любовником был солдат. Немолодой, очень грузный человек, кажется, штабной писарь. Это случилось в декабре. Под утро, когда стало расцветать и занавески вырисовывались на побелевших окнах, он, возбужденный ее ласками, обнял ее, положил голову на ее грудь и вдруг захрипел и остался неподвижным. Через несколько секунд, в продолжение которых Наталья Давыдовна беспокойно расспрашивала его, что с ним, писарь стал холодеть. Тогда она догадалась и вне себя от ужаса закричала таким отчаянным голосом, что номерная прислуга сбежалась и выломала двери. Через полчаса явилась полиция и судебный следователь. Судебный следователь, человек пожилой и умный, сразу узнал Наталью Давыдовну, которую он видел каждый четверг в приемной зале института, куда приезжал навещать свою дочь. Он хотел замять историю, но его поразило ее бесстыдство. Оправившись от ужаса, в который ее привел мертвец, обнимавший ее ногу и грудь, и видя, что все равно ее положение в институте погибло, она стала цинично откровенна. Она стояла перед следователем в одной юбке, убирала длинные волосы, закинув назад голые руки и, не выпуская изо рта шпилек, говорила ему, «Вас удивляет, как это 16 лет, никто не имел даже и тени подозрения?» Ах, это-то и доставляло мне страшное удовольствие. Знаете ли, иногда, оставшись одна в своей комнате, я задыхалась от смеха, когда вспоминала об этом. Это было восхитительно, слыть чуть ли не святой и по ночам распутничать. Да что я вам говорю, вы, женатые мужчины, не хуже меня понимаете эти тайны и наслаждения. Поверите ли, никому и в голову не приходило, что я ездила в Одессу вовсе не для лиманов, а просто потому, что была беременна. Следователь глядел на нее с любопытством, смешанным со страхом. «Но неужели вы ни разу не столкнулись с вашими знакомыми?» спросил он, недоумевая. Она расхохоталась. «Нет, к счастью, не встретилась. Да все равно я ничем не рисковала, если бы даже и встретилась. Предложила бы пойти со мной и только. Ну, скажите, вот вы именно, почтенный человек и семьянин, разве это предложение не заставило бы вас одной своей оригинальностью побежать за мной? Вы, наверное, уже от своей дочери порядочно наслышались о моих добродетелях». И затем, воткнувши грибинки в волосы и сев на кресло, она спокойно прибавила. «Потрудитесь послать за посыльным. Я хочу его отправить в институт за вещами и документами. Кстати, распорядитесь, чтобы мне дали позавтракать». Продолжение следует...